Бурю мглое небо кроет, вихри снежные груза. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Прочесть стихотворение на поэтической табуретке, посетить игровые площадки и посмотреть выставки, инсталляции и арт-вернисажи. 10 февраля в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина прошел день памяти знаменитого поэта и писателя, имя которого она носит. Маленьких гостей Пушкинки разделили на несколько команд и провели по разным отделам библиотеки. В холле каждый мог измерить свой рост и сравнить его с ростом Александра Сергеевича. Поместили портреты Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой, трех царей, при которых жил Александр Сергеевич Пушкин. Но мы их не просто поместили, мы их поместили по росту, для того, чтобы дети узнали, какой рост был у Пушкина, какой у Николая I, у Александра I, у Павла I, какой рост был примерно у его друзей Петра Плетнева и Ивана Пущина, например. В отделе отрочества юные путешественники узнали немного больше о дуэлях, познакомившись с выставкой «Честь о дворянин не кинет, хоть головушку сгинет». К спорным вопросам, решающимся только через дуэль, ребята отнесли деление конфет и недвижимости, а также вспомнили, что сегодня дуэли могут быть только словесными. Еще одна площадка – это «Литературный мир Пушкина». Вот здесь мы сейчас с вами находимся. Это такой маленький музей. Музеем трудно назвать, но какие-то у нас реликвии здесь все-таки есть. Потом это будет зал электронной информации. Там ребята познакомятся с любимыми блюдами Александра Сергеевича Пушкина. В отделе краеведения ребята познакомились с местами, в которых бывал великий поэт. Увидеть, как рос и менялся Александр Сергеевич, можно было в отделе искусства. Здесь повесили его портреты от детства до зрелого возраста. Ну, а интереснее всего мне показалось то место, где нам показывали древние русские предметы, посуду. Еще крайне интереснее мне показались древние книги, издания которых еще 1953 года. Это довольно большая редкость, и они неплохо сохранились. После этого дня я планирую прийти в библиотеку и взять какую-нибудь книгу Александра Сергеевича Пушкина. Путешествие по вехам жизни Пушкина продолжалось 45 минут. На экскурсию по каждой площадке сотрудники библиотеки отводили не больше 10 минут. Увидеть интерактивные выставки можно до 13 февраля. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.